Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю вас в свою скромную студию АркТВ в Ютубе. Дорогие друзья, сейчас в Филадельфии вечер, и это открыто окно. Но, быть может, вы видите огоньки, но самое главное, что я вижу в небе, чистом звёздном небе, и сейчас постараюсь, чтобы вы тоже увидели. Вот она, красавица Луна. Сейчас постараюсь приблизить это, естественно, поближе, чтобы увеличить для вас, простите меня, так сказать, за какие-то сбои. Но это полнолуние. Но, дорогие друзья, Луна, и вижу я её, точнее, мой объектив видеокамеры, это сквозь листву. Но надеюсь всё-таки, что она для вас, конечно же, красавица Луна, как говорят в таких случаях. Полнолуние. Сегодня, 18 октября 2024 года. Поделюсь я с вами, что, когда смотрю на это чудо природы, конечно же, какие-то, ну, не какие-то, это наверняка законы ассоциации, законы Вселенной, которые многие открыты, многие предстоит открыть. Но вот всегда вот этот вид Луны, особенно полнолуние, особенно вот эта красота Луны, всегда у меня ассоциируется. И я невольно думаю о человеке, имя которого, не сомневаюсь, подавляющее большинство вас, моих друзей, подписчиков канала Арктиви в Ютубе, конечно же, знают. И не раз, не только слышали, я не сомневаюсь, что и видели, это, простите за моё, вот такие технические какие-то накладки. Но я сейчас, если удастся, то вы услышите и голос. Голос Анатолия Кашпировского. Анатолий Кашпировский, это, я сейчас смотрю, это запись, это выступление Анатолия Кашпировского в Житомире в 2002 году. То есть, 22 года тому назад. Сейчас Анатолию Михайловичу, доктору подлинно с большой буквы, известному в мире психотерапевту, о феномене которого медицинский мир планеты Земля заговорил в 1988-89 годах. И тогда именно были проведены Кашпировским фантастические операции, это телемосты, которые были проведены. И вот именно после этих телемостов и заговорили о феномене Кашпировского, потому что были проведены операции Москва-Киев. Причём это операция удаления груди без наркоза, потому что наркоз пациентка не переносила. У неё была, ну, я дилетант, естественно, в этих вопросах, аллергия на наркоз. А это 1988 год, а 1989 год это операции и телемосты Киев-Тбилиси. Киев-Тбилиси, и если вы меня слышите, а я должен на секундочку здесь, так сказать, навести порядок, и теперь, надеюсь, у нас всё будет в порядке. Итак, сейчас ещё раз, но только будем пробовать уже с микрофоном, чтобы вы слышали голос Кашпировского лучше. Пробуем, и Бога ради! Простите технические накладки, если они будут. Они будут, потому что работаю я, впрочем, мои родные, близкие не считают это работой, между нами говоря, они считают, что когда люди работают, они домой деньги приносят, а я, дескать, занимаюсь мульками. Ну что ж, мы вместе с Ваней занимаемся сейчас мулькой, записью в полнолуние красавицы Луны и голос Кашпировского. Попробуем услышать. Дорогие друзья в социальных сетях. Это Анатолий Кашпировский вспоминает одну из своих встреч, далёких встреч уже, с одним из лесников. И это он рассказывает о глухой его дочери. И это надо было убедиться, когда был произведен выстрел, и девочка не отреагировала. Вот это Кашпировский рассказывает. И я дам обязательно ссылку на этот телевизионный сюжет. Повторяю. Это Кашпировский. Житомир 4. 2002 год. Часть первая. Давайте продолжим слушать. Ну, мистер Иоанн, да ты что? Вот оно как. Такое случилось в Домерской области. Другие зрители, я здесь набирался, набирался опыта. Набирался опыта здесь. Набирался много чего такого, что потом явилось бесценным кланом. Я видел людей. Вот как лесник живет в лесу, и он может все видеть и знать, какая будет погода и так далее. Как, знаете, на берегу моря живут и знают по поведению чаек. Вот если вы не жители моря, то вы не будете обращать внимание, что чайки ходят по песку. Или вы претите. Что вы скажете? Вот вы приезжаете где-нибудь на море, на какую-нибудь острову, как я приехал, помню, на Соловки, на Большой Соловецкий остров. Ну, и лето было 17 июня, и полно чаек на берегу. А я говорю, дочерки, шторм будет. А почему шторм? Как-то знали. Я знаю. А как? Чайка ходит по песку, моряку сулит тоску. И пока не влезет в воду, штормовую жди погоду. И так, и да, разыгрался шторм, и пошел снег. Так тот, кто живет в лесу, кто на берегу моря, он знает. По чайке он скажет, будет ли море. По грибам, по сырости, по лишайнику он скажет, какой урожай будет. Будет гроза или прочее, знает. А те, кто обращается с людьми, если не видит одно-двух человек у себя в кабинетах, что они скажут о людях? Так вот, я был тот лесник, который был в гуще. Сколько я проездил эту же Домрескую область, деревни. Какие только тут деревни не были, такие глухие. Это все я объяснил. И, конечно, то, что я увидел там, сражаясь с людьми. Потому что я делал психологический опыт, гипноз и внушение делал. И, кстати, в городе Коросты не расстался в 74-м году со словом гипноз. Потому что я увидел, что это не то. В 74-м году я боюю со словом сон и гипноз. И никак не могу победить людей, чтобы они это не говорили. Поняли? Ну, ладно. Значит, вы доверяете мне, что я вам хочу сделать хорошо. Я из вас, из ваших корней. Так? Доверяете или нет? Я не хочу веры, доверия. Доверие в том, как я должен делать свой сценарий. Если вы мне доверяете, то знайте. Если вы мне доверяете и пойдете по стопам, по той тропинке, по которой я предлагаю вам ступать, вот, допустим, мы идем через болото, я говорю, так, ножку сюда, на этот камушек сюда. Вы встали мимо, вы залезли в жижу. Поэтому слушайте, по каким камушкам вам надо идти. Итак, наша встреча, в какой-то степени начала, рассчитана на хотя бы маленькое ваше понимание. Наверное, вы не забудете, что вы очень гениальны вашим телом, имеете таблицу Менделеева в себе, что у вас имеется память нормы, что у вас имеется склонность программироваться, если со стороны программируют. Это вы должны знать. Дорогие друзья в социальных сетях, это, с моей точки зрения, ну, ничего в мире не происходит случайного. И сейчас, я думаю, что вот полнолуние за окном, вы видите Луну и слышали голос Кашпировского. А я как раз перед тем, как заметить эту Луну за окном, слава Богу, ну, как всегда говорю, рабочего кабинета, но сейчас я в комнате моего младшего сына Вадюша и он заметил тоже Луну и понял, что я буду делать. Вот снимаю, слава Богу, из его комнаты. А он в моем, слава Богу, рабочем кабинете за компьютером и рад, что я ему уступил компьютер. Но ничего случайного, говорю, в этом мире, подлунном мире, не происходит. Все между собой тесно, взаимосвязаны. Все явления. И думаю, что не случайно, вот минут 20-30 назад я смотрел и слушал одну из программ Кашпировского. Повторяю. Кашпировский. Житомир 4. 2002 год. Часть первая. Ссылку я дам. И каждый из вас, кто пожелает, смотрите, слушайте. Анатолий Михайлович Кашпировский рекомендует не единожды смотреть, слушать его кассеты. Причем уже новые, современные, будем говорить, 21 века, потому что Житомир 2002 год. Это уже 21 век. Ну, а Луна, я вижу, она скрылась просто за листвой, но поэтому ее вот видно сквозь Филадельфии еще зелень деревьев. но Бог даст и сквозь листву, и вы видели перед этим полнолуние, Бог даст, я в это твердо верую, что многие из вас, а я дам ссылки и на телевизионные каналы, ютуб-каналы Анатолия Кашпировского и на его официальный сайт. И от всей души рекомендую вам заходите, смотрите, слушайте, а потом Бог даст, будете писать, сообщать Анатолию Кашпировскому о том, отчего вы излечились. А такие не случаи, а просто такие факты, конечно же, вас ожидают по одной простой причине, что это медицинский факт, как говорится, огромное количество излеченных без всяких операций благодаря вот таким встречам с Кашпировским либо на это встречи во время его творческих встреч, уж простите меня за тавтологию, и кроме того, тех, которые просматривали кассеты или использовали аудиозаписи. Встреч с Кашпировским. И как раз на этой вот Кашпировске, повторяю, Житомир 4 Анатолий Михайлович рассказал о случае фантастическом с моей точки зрения, когда один из американцев, абсолютно не владеющий русским языком, но смотревший, слушавший кассету Кашпировского излечился от онкологии. Впрочем, послушайте сами, повторяю, Житомир 4 и узнаете об этом факте из уст самого Кашпировского. От всей души будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. И вы видите, во время нашего с вами общения Луна постепенно пробирается к верхушке вот этого дерева, которое закрывает обзор, представляете, какая красота будет, когда она полностью поднимется, выйдет из-за зелены на чистое, сейчас я вижу звездное небо над Филадельфия. Вот на этой оптимистической ноте будем заканчивать с вами встречу. Делитесь этой записью линками делитесь линками каналов и официального сайта Кашпировского. И будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Повторяю, вечер 18 октября 2024 Бог даст увидимся, Бог даст услышимся. Пока, пока.